Воспитание, образование, обучение, культура, цивилизационный код, кризис, новая эпоха. Вот все эти слова как-то в последнее время не перемешаны. И для того, чтобы вычленить из них какую-то суть, необходимо все это какой-то, наверное, такой детальный и тщательный анализ того, что происходит. И для того, чтобы как-то раскрыть эту тему, о чем все-таки идет речь, к чему мы должны быть готовы, почему наши предки сумели выставить в сложных условиях, почему мы с вами, опираясь на наш жизненный опыт, смогли выставить достаточно сложный период, в 90-х кризисов нулевых, где корень всей этой, скажем так, жизненной энергии, сопротивляемости тем вызовом, который бросает нам все временно. О всем этом мы сегодня будем говорить с Дмитрием Львовичем Шуцовым, нашим замечательным другом и соратником, которого мы знаем не первый год. С гордостью могу сказать, который является руководителем Калининградского, Балтийского филиала Шкода здравого смысла, нашего самого западного, значит, форпоста. Между нами мы, любя его, называем депутатом Балтики, поскольку у Дмитрия Львовича на самом деле есть опыт и депутатской работы, и опыт государственной и общественной достаточно большой работы. Но самое главное, нет, самое главное то, что вы подробнее об этом скажете, несколько лет назад Дмитрий Львович создал замечательную школу, которая называется Школа видения. И эта школа занимается вот этим самым наставничеством, наверное, да, если я правильно этот сервис сейчас буду использовать, о котором идет речь, и необходимость которого возникла, и актуальность которого, скажем так, продиктована самими вызовами нашей сегодняшней жизни. Дмитрий Львович, здравствуйте, я рад вас видеть. Школа видения, последние ролики я посмотрел, мне очень понравилось, я рекомендую всем нашим слушателям, чтобы обратиться к этому замечательному материалу, который размещают у себя на YouTube-канале Дмитрий Львович. Информация об этом канале будет под этим видео. Дмитрий Львович, ну вам слово, то есть я так понимаю, что вы приготовили для Школы здравосмысла некую программу из некоторого количества видеороликов, которые будут, ну, передавать ваше видение относительно того, что и как надо делать. Пожалуйста, вам слово. Да, приветствую всех зрителей, подписчиков канала Школы здравого смысла из самой западной точки России, из Калининграда. И буду делиться, а какое у нас тут, в самой западной точке России, какое у нас видение. Ну и чтобы понять, наверное, давайте с двух историй начнем. Дело в том, что, ну, некая осознанность у меня появилась где-то на втором, на третьем курсе военно-ворского училища. И те друзья, которые потом частично партнерами стали, или которых мы видим в течение жизни, меняя статус, не меняя статус, проходя какие-то испытания, трудности, там, идя по карьерной лестнице, практически это было с 88-го, через полгодик это будет 35 лет. И вот со своими студентами я делюсь итогами этого наблюдения, что кто за эти 35 лет наиболее стабильно проходит эту жизнь, добивается больших результатов. И вот простой, неважно, это на госслужбе, в специальных органах, в бизнесе, в общественных проектах, во всевозможных ипостазиях. Поэтому такие люди выдают самые стабильные, самые такие достойные результаты, идут успешно по карьерной лестнице, это люди, у которых были, ну, скажем так, основательные, ответственные отцы, которые находились в статусе, которые вели какие-то дела, еще раз говорю, на фронтах, на фронтах общественной и образовательной деятельности, политической, на службе, на государевой службе. И это дает мне право сделать некий вывод, что от родителей, от отцов, или же сегодня у нас на превью, на нашей заставке, родители-наставники, или от наличия родителей очень сильно зависит судьба молодых людей. И выглядит это следующим образом. Я вам расскажу историю двух молодых людей, живых из Калининграда. Это наши современники, по понятным причинам я не буду называть, чем они занимаются, их имена и фамилии, но сама суть, я ее постараюсь передать. То есть первый молодой человек, ну, вот что мы там живем, какую эпоху, ну, грубо, и капитализма уже нет, давайте назовем капитализмом, да. Вот он вышел, у него хороший папа, который его любит, там, в лобик целует, сынок, там, эгэгэ, там все, но больше, чем как воспитатель, он роль наставника не дает своему сыну, да, и сын сам вот тык-мык-тык-мык, как может в этой жизни идет по ней. Да, он хороший спортсмен, он хороший человек, он любит животных, такой положительный герой, но с точки зрения грамотности прохождения жизни, на мой взгляд, опять же, субъективной, он как бы идет такой по течению, да, согласно общественному мнению, что у тебя должно быть сегодня? Это, там, дорогая машина, да, там, квартира в престижном микрорайоне, ну, и все такие вот регалии, да, и он, как бы, не столько имея какую-то стабильную работу, сегодня он имеет работу, завтра, как бы, там вопросы, да, он на все взял кредит. Он познакомился с девушкой и говорит, слушай, с девушкой какой образ победы предложил? Машину тебе и мне возьмем в кредит, квартиру дорогую в кредит возьмем, мобильные телефоны дорогие в кредит. И вот это его стратегия, да, а против нее стратегия его ровесника, этим молодым людям по 25 лет, у которого отец из родителя до 10-15 лет превратился в наставника. Он сам тяжеловесный предприниматель, 30 лет возглавлял одну из ключевых отраслей, был лидером, извините, в одной из ключевых отраслей Калининградской области, то есть такой взвешенный, опытный, 30 лет, понимаете, да, что это уже человек поднаторел везде, получил шишек неоднократно, то есть он понимает, в чем глубинная суть жизни. То есть вот я сейчас вам рассказываю сюжет, по сути, похожий на книжку Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Там такой же сюжет. Был простой папа, который говорит, ну вот, там живи, получай образование, до пенсии, вот это смысл, да, накопи денежку, да. А второй говорит, нет, надо по-другому, да, надо выстраивать альтернативно свою жизнь, да. И вот второй папа, по сути, вложил в своего сына вот такую здравую картину мира, что у тебя должно быть альтернативное свое дело, неважно ты там на какой-то государевой службе или там на стабильной зарплате, или где-то, где-то, да, альтернативно, такой резерв, да. Ты должен постоянно бежать, ты должен постоянно развиваться. И у этого молодого человека тоже дорогая машина, но он, папа дальше ему принципиально не помогал, чтобы не испортить, да. Он нашел уникальную нишу, которая отсутствовала еще 7 лет назад у нас на хорошем, на должном уровне, да, это в стройке. Забрал определенную нишу. Каким образом? Он полетел в Россию, нашел мастера в этой отрасли, работал шудрой, да, то есть рабочим, так бегал эти кирпичи, носил там чик-чик-чик, а в результате через год, то есть не отдыхал, никаких выходных, никаких девушек, никакого расслабления. Он этому мастеру на мобильном телефоне показал, вот, смотрите, сейчас я вам этот объект сложу, там, это с тягами связано, с механикой, там, сложности некие есть, да, вот, и он ему на зачет сделал этот объект. Мастер и сел, говорит, как так, а я не видел. Он говорит, а я за вашей спиной, вы уж извините, снимал на мобильный телефон. Сегодня он открыл компанию в Калининграде, она номер один, средний чек, средний чек, 500 тысяч, у него очередь, тут я разместил ему просьбу, говорю, слушай, там, для шоурума, сделай мне вот этот вот свой объект. Он говорит, Дмитрий Иванович, без обид, 3 месяца подождете, у меня сейчас вот здесь заказ, здесь, там, известный банк мне заказ сделал, в туристической зоне у меня еще что-то, я говорю, мой тезка, я говорю, Дима, Дима, говорю, все, пожалуйста, жду, очень приятно слышать. Более того, он уже не стоит на месте, понимая, что все быстро меняется, он открывает уже другое дело, там, на Алиэкспресс, что-то шьет здесь эти какие-то маски, размещает их на Алиэкспресс, знает английский язык, да, чувствуете, два разных, две разные истории. Тут все в кредит, и как бы вот, мы понимаем, взрослые люди спокойно не спят, а мало ли что, и таких историй у меня много для моих студентов школы видения, когда люди вроде все было, жили в достатке, у нее зарплата большая, у него в престижных компаниях, потом раз-раз и обе компании закрываются, и сегодня они без крыши над головой ищут там в 30-километровой зоне от Калининграда любую, без крыши, там, дачу, как-то ее закрыть, там, то есть не думали о завтра. Помните, это напоминает про стрекозу, да, стрекоза и муравей, это известная, да, басня, по-моему, да, Крылова, Крылова, если не ошибаюсь, Ивана Андреевича. Так вот, вот две судьбы, и мне кажется, что роль-то отцов была, там он выкормил до 18, я должен тебя там, ну, там куда-то в образовательное учреждение, ну, и дальше ты сам, мне, кстати, папа такой, он сказал, вот, училище, все, а дальше сам, все, сынок, там, да, я тебя люблю, я буду за тебя переживать, ты будешь на чай ко мне приходить, я образно говорю, да, он хороший папа, но он миссию наставника не взял, а второй взял его на буксир, да, то есть он вложил, он понимал, с чем ему придется столкнуться, а правильно Александр Горуныч сказал в начале нашей передачи, что задачи-то нешуточные, да, то есть у нас кто там, специалисты по техноукладам говорят, что переход из пятого в шестой техноуклад, есть такой Сергей Хопров, историки говорят, что сейчас переход между эпохами, еще Фернан Бородель писал, что это самое страшное время, когда человек меньше потребляет, два за социальный контроль растет, гарантий никаких, и вот проходят только люди, которые вот специально подготовлены, там масса признаков, да, следующий кто у нас, экономисты, о чем они говорят, ну, у меня в школе есть блок геополитика, я объясняю, как закончился капитализм, по каким экономическим, вот это профессиональные экономисты, да, все, дальше еще кто-то объясняет, что вот это самое такое сложное время, в котором мы находимся, лихорадит все, лихорадит государство, лихорадит семью, еще что-то, поэтому, ну, если брать классические посылы, там есть англосаксы, такой Герберт Спенсер, да, который говорит, ну, что молодежи надо, какую конструкцию в голову, а ему нужно что, решить вопрос с безопасностью, потом с деньгами, потом с семьей, потом позицию хорошего гражданина, только потом удовольствие. Дальше можно вспомнить нашего соотечественника Андреевича Фурсова, который говорит, ну, вот у меня лоцманская карта, как я сына воспитывал, это семь пунктов, да, здоровье обеспечить, образование, жилье, библиотеку, вот такую же красивую, как у Александра Городовича за его спиной, дальше связи, статус и что здравая картина мира, то есть наградить, вооружить, вернее, своего сына таким взглядом с высоты птичьего полета, а как, что надо в первую очередь человеку делать, да, то есть вот у него есть здоровье, у него, ему обязательно нужны знания, ему обязательно надо решить вопрос с деньгами, ему надо получить универсальную профессию, получить позитивный такой кусачий, такой бойкий волевой характер, способность стоять там, где другие ложатся, то есть держать удар, то есть это очень большая такая линейка, и самое максимальное, она в школе видения, то есть базисно, базисно, вот я представляю человека, своего сына, ну, или дочь, как вот корабль, да, и вот мысленно поделите на все явления, которые человек окружает, здоровье важно, важно, историю знания, важно, важно, смыслы, важно, важно, с деньгами, важно, важно, семью, важно, важно, кто вокруг тебя люди, кто тебе добавляет, энергию, как по Циолковскому, с энергией, а кто у тебя ее забирает, важно, важно, уметь обращаться со своим именем, важно, важно, у меня таких 10 пунктов, мало того, мы делаем такую ревизию со студентами, в конце выходим на некую систему 11, то есть очень сложно эти знания еще и в действия превратить, потому что человек, он такой, ну, что там греха таить, в психологии говорят, там мозг всем рулит, на тебя Владимир Черниговскую вспомним, да, она там, вот покушать, пожалуйста, с удовольствием, там, вкусных напитков попить, а это, пожалуйста, мой дорогой, да, поспать, иди, дорогой, да, там, поразмножаться все, что связано с интимными этими, пожалуйста, ай, книжку читать не надо, учиться, все сразу, на спорт выйти утром встать в 4 утра на зарядку, это не надо, да, то есть надо все потом перевести еще в действие и получить некую привычку, это первый уровень системы 11, таким образом, что ж получается, а получается, что вот первая история, это там, где по какой-то причине отец, ну, выкормил и сказал, ну, вот иди сынок, это очень хорошо описывает Абрахам Маслова, а у него тоже такая в конце жизни была пирамидка, в отличие от той, которую дают в каждой школе бизнеса, где там ты рабочий, потом, ну, по сути, варновая система, а то бизнесмен, потом управленец, а потом там еще выше, у него была такая же пирамидка по родителям, есть обычные родители, покормил, выкормил, иди, есть уже которые, там, слушай, сынок, давай подумаем, а кем ты будешь, чтобы у тебя был спокойный угол твой, да, и заработок стабильный, резервный заработок, и человеком ты был хорошим, и самое главное, чтобы ты с гражданином был хорошим, да, а вот, то есть, а последняя стадия, это когда вот, ну, вот, пример опять сегодня вспомню Андрея Ильича Фурсова, есть масса других замечательных людей, которые говорят, нет, сынок, ты со мной пойдешь, я уже пробил эту дорогу, да, я бы хотел, чтобы ты дальше меня ушел, это один из смыслов жизни, да, мое дело продолжил, да, чтобы в такой турбулентной жизни, где все меняется, где непонятно, где хаос, я у тебя вот буду, как у Александра Невского, телеги, Александра Невского, ты обопрешься, на мой что, старшие люди, все без исключения, они имеют опыт, большой или маленький, они могут подсказать, они уже получили шишки, и поэтому в сегодняшней жизни, понимая какие задачи у нашего государства, понимая в целом, что нам надо пройти всем, такой сложный этап, причем непонятно сколько он будет длиться, с исторической точки зрения это может быть и 100 и 200 лет, да, то есть наша роль взрослых людей, а тем более родителей, да, то есть она вдруг неожиданно предстает перед нами в новом свете, то есть это чисто русское, это чисто русское, есть такой психолог военный Алексей Захаров, он говорит, что это, ну вот он относит это к русским качествам, что у нас есть ответственность перед предками, перед нами и наши дети перед будущими, и вот на этом фронте мне приятно сегодня, что мы встретились с Александром Горунычем, потому что мне кажется, что мы идем с направленными курсами, школа здравого смысла занимается именно этим, а школа видения занимается именно этим, между нами есть отличия, но в целом вот такая вот, мне кажется, на сегодняшний день одна из нужнейших деятельностей наших, наших школ, потому что людям сегодня очень важно, что в такие трудные времена главное не потеряться, не потерять смысл, не потерять зачем, не потерять как, найти людей, с которыми можно объединиться и обнявшись, вот проходить этот период, да, то есть не потерять дохода, если ты что-то потерял, не опускать что, руки, держать удар, ну и самое главное это опыт старших людей, а главное, чтобы он у них был, тогда если мы представим это как миссию, тогда ты скажешь, ага, я же должен что-то передать, это наш Сухомлинский великий педагог, он говорит, можете детей не воспитывать, они на вас будут похожи, так на кого они будут похожи, да? На человека, который во главу угла ставит, я на диване лежу, пивко попиваю, фильмики смотрю, в танчики гоняют, что ты ему можешь дать, либо человек, который трудится, который поднимает, вот как Александр Гаруныч, он, ну что там, греха дает, не по возрасту, он в YouTube канал ведет, он большой молодец, да, то есть школу-организатор, ректор, то есть в возрасте многие уже говорят, мне лично говорили даже там на рубеже 40-50, ну уже неприятно, неприлично, да, надо думать о баничке, шапочке, какая шапочка-звезда у тебя будет в банке, да, а какой напиточек, давай там самогончик туда-сюда, я не рекламирую, я просто это вот, ну, обычные бытовые, что там для себя там, да, ну, это обычный разговор, бытовые, а все-таки это еще и со старостью параллелится, как только ты банька, диванчик и танчик, да, дедушка, ты дедушка, неважно сколько тебе, в 20, в 50 или в 70, а как только ты ставишь такие трансцендентные задачи, то есть большие, метафизические, хочешь Родине пользу приносить, своим детям, в конце концов, государству, да, ты сразу такой капитан, на которого хочется равняться, спасибо. Я как раз хотел, вот на этих ваших словах, вы Черниговскую вспоминали, у меня есть короткий такой видеоролик, но сейчас, видимо, не найду, я не подготовился, она как раз об этом говорит, она говорит о том, что те люди, которые, ну, вот, пытались самоактуализироваться до последнего, то есть это были замечательные люди, которые не теряли, там, мысли свои, сказали, разум не теряли, и мозг на самом деле, и все наше существо до этого, душевное, духовное, оно нуждается в такой же тренировке, как и наше тело. И что хорошо, вот вы несколько раз упомянули здесь вот вашу эту систему 11, я это про нее давно знаю, всячески его пытаюсь, значит, как-то пропагандировать. Я вам честно скажу, что на моих близких она, значит, очень сложная. Я ее уже адаптировал на там пять необходимых вещей, которые нужно сделать, но это даже сложно. Вы совершенно правильно говорите о том, что, да, там посидеть, поговорить, выпить кофе, поболтать, перетереть, это все мы, как говорится, на этом у нас время есть и все, а для того, чтобы заняться душой, в хорошем смысле это слово, телом, скажем так, и, самое главное, мозгами, своими времени не хватает. Я хочу сразу сказать, что то, о чем говорил сегодня Дмитрий Львович, я просто это знаю, и я хочу наших слушателей довести, это все базируется на личном, большом, жизненном опыте, в котором были, я вам уже сказал, и служение государству, я имею в виду вашу службу в вооруженных силах, военно-морском флоте, это и служение на дневе общественной действенности, имея в виду ваше депутатство, это и занятие бизнесом, и вы реально занимались бизнесом, скажем так, и не только радужные, там у вас были какие-то моменты, но было много и сложностей, и трудностей, которые в общество преодолевали, это и в том числе и общественная действенность, которая связана вот с таким понятием как школа видения. Поэтому то, о чем говорит, вот я привлекаю ваше внимание, пытаюсь привлечь внимание слушателей, у нас же с вами предварительная сегодня беседа, да, такая, мы этой беседой вроде как открываем цикл тех, значит, ну, видеолекций, скажем так, небольших, которые потом будут запущены на канале Школы здравосмысла, и нам было, очень важно было получить, с одной стороны, обратную связь, с тем, что потом, это тоже как-то исходит, потому что обратная связь, она важна, без нее невозможно, это первое. А второе, чтобы все-таки вот очень хорошо сидеть на месте, как вы правильно сказали, и критиковать. А вот Путин плохой, значит, там и все, значит, вдалой. А вот наоборот, Путин хороший, если за всеми этими высказываниями, эмоциями, отношениями не стоит знаний, подготовки, таланта, ума и души, то все это же понятное дело, то есть пустая болтовня. У нас все-таки аудитория с вами уникальна, и у вас на канале, и у нас на канале, все-таки больше людей разумных и думающих. Поэтому я надеюсь, что, безусловно, то, о чем вы говорите, это будет востребовано и воспринято, скажем так, нашими слушателями, потенциальными слушателями, реальными слушателями Школы видения в Калининграде. Ну, спасибо большое, не знаю, если вы хотите что-то добавить, у нас когда мы ролики начинаем запускать, сегодняшние дни или нет? Да, сегодня я передам первый вам ролик. Так, чтобы у нас просто разрыва не было между вот этим нашим видео и первым видеороликом, чтобы как-то слушатели сразу знавал усилие, я даже тот видеоролик первый, я его размещу, может быть, ну, я имею в виду, по времени он пойдет, может, поздно, но я его оформлю раньше, с тем, чтобы ссылка на него уже была под этим видео. Хорошо, договорились. Чтобы уже была адресация к этому ролику, хорошо? Да, спасибо. Ну, что, вам спасибо большое, Дмитрий Львович, я так понимаю, что в Калининград держится, Калининград не сдается, город русского духа, город русской истории, город великих русских философов, Эммануила Канда и прочих, это город нашей славы. Низкий поклон городу, низкий поклон семье, наилучшее пожелание вашим слушателям, всего доброго, рада вас видеть, счастливо, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok